Иисус Ты самый великий здесь, на этом месте Мы возвеличиваем Твое имя Потому что Ты достоин, Господь Ты забрал нас из тьмы Ты ввел нас в чудный свой свет И мы стоим здесь сегодня, чтобы прославить Тебя Почтить Тебя Отдать Тебе всю свою страсть Отдать Тебе все самое лучшее, что есть в нашей жизни Господь, Ты достоин Прославься, Господь, здесь, на этом месте Еще и еще Бог прославит Тебя Аллилуйя Аллилуйя Иисус Бог, Ты лучше Аллилуйя Аллилуйя Аминь Дорогой Господь, мы молимся о том, чтобы Ты достал сегодня Духом Своим Святым свое слово Для нас, чтобы Твое слово Питало нас, как хлеб с небес Во имя Иисуса Христа Мы благодарны Тебе за эти дни конференции За эти чудесные служения Господь, за эти время Время встречи с Тобой Время, когда Ты посещаешь нас Пусть сегодня Еще и еще, Господь, Твое слово Проникает в нас Направляй и веди нас дальше, Господь Во имя Иисуса Христа Мы молились Тебе Весь народ Божий скажет Аминь Аллилуйя Слава Богу Я не знаю, как тебе, но мне неохота, чтобы Все это заканчивалось Здесь так потрясающе находиться Такое присутствие Бога Такая классная команда здесь служит На самом деле, меня буквально до этой кафедры Донесли на руках Как не проповедовать со всей страстью, да? Давайте мы дадим аплодисменты Команде Слова Жизни Все, кто организовывает эту конференцию Слава Богу за вас Пастор Алексей Романов Все братья и сестры Все, кто служит Вы самые лучшие На самом деле, с вами так хорошо служить И большая честь Аминь Ну, тогда ты можешь повернуться к тому, кто рядом Дать хай-фай, улыбнуться Ну, не будь таким букой, что ты вот Получил помазание, серьезное стоишь Давай, улыбнись уже Еще назад повернись Кого-то поприветствую И давайте мы тогда вот в этом присутствии сядем Ну что, братья и сестры Вы готовы еще получать что-то от Господа? Аминь И я хотел бы сегодня говорить с вами На такую тему, которую Ну, они говорят, наверное И она обширная тема Я хотел говорить с вами о дружбе О том, как мы дружим И если я сейчас Кого-то из вас спрошу, чтобы Смогли бы ли вы мне дать определение Слову друг Сто процентов Каждый из вас наверняка Довольно объективно может мне сказать Кто же на самом деле такой друг? Ну так ведь? А какого бы друга ты сам хотел себе? Хорошего, да? Ну, я хотел бы поговорить, наверное, о качествах Мы же хотим, чтобы Тот друг, который был бы нашим другом Был моим другом Он был преданным Ну так ведь? Мы хотим преданного друга Чтобы он меня не предал Мы хотим, чтобы Мой друг, он не обманывал меня Не скрывал от меня ничего Не говорил другим Мои тайны, которые я с ним Обсуждаю Ну так ведь? Все, что мы хотим От друга Мы можем вынести Сейчас такой, да? Целый перечень качеств Которые мы ожидаем От человека Который по праву Должен называться Моим другом Я хотел бы, чтобы мы прочитали Из Библии одно место Это Книга-притч И книга-притч 18 глава В 25 стихе написано так Кто хочет иметь друзей Тот и сам должен быть дружелюбным Можно услышать на это Аминь Знаете Мы говорим О том, какого бы мы Хотели себе друга Мне нравится, что Библия Разворачивает наш фокус С меня лично На кого-то другого То есть Требования Не к кому-то нужно предлагать А к себе в первую очередь То есть Библия показывает нам Что я сам должен быть дружелюбным Я должен быть тем человеком Кто не предаст Не подставит Не забудет Не обманет Будет любить Приедет тогда, когда сложно И поможет кому-то То есть Все это должно На меня быть спроецировано И Библия Помогает нам Не думать о себе Не быть эгоистами Сегодня, когда мы слышим Слово Божье Оно исправляет нас И может быть ты Человек, который Способен вмещать В свое сердце Многих людей Слава Богу за тебя Но я хотел бы учиться От Иисуса Я хотел бы еще и еще Расти Во всех этих сферах И мне тогда Поможет эта история Я хотел бы, чтобы мы Открыли первую книгу Царств 18 глава И мы сегодня поговорим О двух парнях Которых зовут Одного зовут Давид А второго Иоаннафан И все мы знаем Кто такой Давид Ну так ведь? Спасибо Вот Саша точно знает Кто знает Кто такой Давид? Большинство из нас Точно читали Библию Мы знаем Что Давид был Потрясающим царем Библия называет его Мужем по сердцу Бога И он угождал Господу Своим сердцем Своим отношением Он любил Бога И Перед тем Как он стал известным Перед тем Как он стал царем Он был Обычным парнем О котором не знал Никто И мы знаем Эту историю Как Как он стал Знаменитым Он пришел К своим братьям Отец послал его С зерном С какими-то хлебами С сырами Чтобы он пришел К своим братьям Когда они Служили в армии Были в сражениях И он пришел Как самый младший В семье Притащил эти посылки И смотрит Что там какая-то история Там Голиаф Который Хулил воинство Божие Хулил народ Израильский И тогда Давид Возревновал Он подумал Что я могу сделать И он узнал Какая награда Будет если победить Этого Голиафа И он вступает С ним в сражение И Бог Дает ему победу Но знаете Вот в этот самый момент Если вы читали Эту историю В 17 главе В последних стихах 55 стих Когда Саул Увидел Давида Выходившего Против филистимлянина То сказал Авениру Начальника войска Авенир Чей сын Этот юноша Авенир сказал Живет душа твоя Царь Я не знаю И сказал царь Так спроси Чей сын Этот юноша Когда же Давид Возвращался После сражения Филистимлянина То Авенир взял его И привел к Саулу И голова филистимлянина Была в руке его Спросил его Саул Чей ты сын Юноша И отвечал Давид Сын раба твоего И сея Из Вифлеема Перед этим Саул посылает Давида на сражение Ну не посылает Давид сам к нему Приходит Я готов с ним сразиться Саул говорит Ну давай Молодой человек С такими амбициями Да давай Я не возражаю Но самое что интересно Даже имени его не спросил Другими словами Давид был никто И звать его никак И тут он побеждает И когда его находит Вы представляете Его состояние Этот парень Подросток Пастух Который Все время пасет Овец своего отца Ну скорее всего Он точно не Не в парадной одежде Ну так ведь Он трудился Был в пустынях Стада Овец гонял Там на пастбище На водопой И так далее И вдруг ему дают Другое задание Он приходит В этой же самой одежде Он не умеет Себя вести В тех палатах Где находятся Эти министры Военачальники Где царь находится И он выходит Сражаться Ему предложили Доспехи царя Он отказался Их одевать Потому что ему Неудобно было В этой одежде И он выходит Просто с прощой Так как он умел И побеждает Голиафа И отрубает ему голову И вот с этой головой Он ходит там Подросток такой И когда он приходит Царские палаты Он в таком вот Неприглядном виде И теперь Ключевые стихи Первый стих 18 главы Первой книги царств Когда кончил Давид Разговор с Саулом Душа Иоаннафана Прилепилась к душе его И полюбил его Иоаннафан Как свою душу И взял его Саул В тот день И не позволил ему Возвратиться В дом отца его Иоаннафан же заключил С Давидом союз Ибо полюбил его Как душу Как свою душу И снял Иоаннафан Верхнюю одежду свою Которая была на нем И отдал ее Давиду Так же и прочие одежды свои И меч свой И лук свой И пояс свой И Давид действовал Благоразумно Везде Куда не посылал его Саул Аминь Знаете В наше молодежное служение В нашей церкви Иногда приходят Молодые люди И они подобно Как Давид Мы смотрим на них И они как будто бы Необрезные Неопрятные Могут ругаться матом Могут Как-то неправильно Себя вести Покуривать Какое-то вот такое поведение Которое мы смотрим Это не христианский Манер поведения Ты должен Ты должен измениться Мы так начинаем Себя вести Но я вижу В этой истории Иоаннафан Кто такой был Иоаннафан? Это был сын царя Другими словами Это был принц Его отец президент Президент целого государства У него нет проблем С популярностью У него нет проблем Вообще с друзьями В общении У него нет никакого дефицита Скорее всего Все хотели дружить С Иоаннафаном Ну так ведь Если кому-то Иоаннафан ставил лайк В инстаграме Все радовались Ну смотрите Он обратил на меня Внимание Все хотели попасть К нему на день рождения Когда он праздновал И там был целый пир И все хотели туда попасть Потому что это был Второй человек В государстве Ну так ведь Вы понимаете О чем я говорю? Это был принц Со статусом И мне нравится Что он берет И обращает внимание На этого парня Который еще Непонятно То ли он уже молодежь То ли еще подросток И он так себя ведет Интересно По локоть руки В крови Заходит в эти Царские палаты Где сидят Всякие министры Старейшины Он не знает С какой стороны Подойти к тарелке Как взять ложку Вилку Он еще ничему не научен Иоаннафан Зовет его И Писание говорит Что он полюбил его Как свою душу Мне так нравится Что Библия Честная книга И она рассказывает Нам всю правду Иоаннафан Избирает Для него Быть другом Минуя свой статус Минуя свой Авторитет Величие И так далее Он просто протягивает руку Этому пастуху Подростку И становится Для него другом Неформальным Знаете Как мы иногда дружим Встречаем кого-то У вас нет таких проблем Я говорю сейчас Про нас Про Томскую церковь Замечательный церковь Но иногда На наши молодежные собрания Приходят молодые люди И мы с ними знакомимся И так знаете Привет Как твои дела Где ты живешь Дай мне свой телефон Я тебе позвоню И все А человек первый раз в церкви Он только пришел Еще никого не знает Не знает с какой стороны Где выйти Там первый ряд сесть Или на последний Что все танцуют Как ему теперь танцевать Что ему можно петь Что нельзя Он вообще не умеет Он вообще не умеет Еще себя вести в церкви И часто Мы берем И игнорируем Таких ребят Которые Как Давид Они пришли От какого-то Спастбища Ну и Анафан Был другим И он поднимает И подтягивает Давида В свой круг общения И он не просто Становится для него Каким-то формальным другом Он доказывает Свою дружбу Чем-то Мы видим Что он берет его Куда-то наверное В свою палатку отводит И Писание здесь Говорит нам Что он снял И Анафан Верхнюю одежду свою Которая была на нем И отдал Давиду Он снимает свою Не знаю Что там было Рубашка Кофта какая-то Отдает это Давиду Весь свой царский мерч Просто дарит этому парню Потом мы видим Что он берет меч Который у него был И дает его Давиду говорит Этот меч теперь твой Я вижу в этом Какой-то контекст Что Он доказывает ему Я Давид Я хочу чтобы ты понял Я не просто тебя пригласил На богослужение Я хочу чтобы ты знал Я хочу быть твоим другом Настоящим другом Он переодевает его В другую одежду Дает ему этот меч Тем самым Говоря ему Что я никогда не буду Больше с тобой воевать Я не пойду против тебя Потом он снимает Лук Достает колчан Стрелы Все это отдает Все это дарит Давиду Сегодня так часто Из наших уст Мы отпускаем Стрелы Которые ранят людей Недавно мы сидели У нас в церкви И у нас была пасторская встреча И мы говорили О том Что можно сделать Чтобы люди Оставались в церкви Как мы можем быть В церкви Более гостеприимными Для людей Которые приходят Первый раз И один из пасторов Встал и сказал Что ничто так Не выгоняет людей Из церкви Как сплетни И когда мы сплетничаем Это выгоняет людей Когда они узнают Об этом Это больно Когда тебе кто-то сплетничает Это же неприятно И мы видим Что Иоаннафан Заключает с ним завет Он говорит ему Я не буду про тебя Ничего говорить Не буду сплетничать Я отдаю тебе Свой меч Стрелы Лук Дальше он снимает пояс На этом поясе Если мы вернемся В те годы На этом поясе Все было Его кошелек Его меч Все на нем держалось Он снимает с себя все И обнажается перед ним Сейчас прошу вас Это не физическое обнажение было Он свою душу обнажает Перед этим парнем И говорит Я по-настоящему хочу быть Для тебя другом Другом Который не предаст тебя Не подставит Который всегда будет рядом Не пойду против тебя Никаким злом И доказывает этим заветом Что я не просто так здесь Я хочу тебе помочь И он начинает общаться С Давидом Начинает с ним вести Какие-то встречи Диалоги И Давид осваивается В этом Царском шатре Он знакомит его Возможно с кем-то С разными министрами С разными старейшинами И Писание говорит В пятом стихе И Давид действовал Благоразумно везде Куда не посылал Его Саул Сегодня мы знаете Ожидаем от людей Которые только-только Пришли в церковь Что они вот сейчас Раз-раз и изменятся Они перестанут делать То, это, грешить Еще что-то делать Перестанут И они такие Святые и правильные станут А потом Когда они изменятся Мы возьмем их В свой круг общения Они придут к нам На день рождения Они будут с нами На вечере хвалы Они будут вместе с нами Служить в нашей церкви Но я вижу другой пример Давид изменился Когда его приняли Таким, какой он есть Аминь И дальше Мне это напоминает Одну историю Помните Иисуса Который подошел К Матфею И сказал Следуй за мной Матфей встал И они пошли И Матфей Открыл для него Свой дом Позвал туда Своих друзей Знаете Когда мы это читаем По крайней мере Когда я это читал Я сильно не задумывался Кто же такой Матфей Ну это мытарь Так ведь И для нас Сегодня слово мытарь Ну оно такое Какое-то Мытарь да мытарь Это предатель Человек Который собирал налоги Со своего же народа Для другого народа Он предал своих Братьев По крови По вере Предал И просто против них стал И скорее всего С Матфеем Вообще никто не хотел общаться Ну отвергали Презирали И не могли ему ничего сделать Потому что у него была власть Они его С одной стороны боялись Но с другой стороны Презирали И скорее всего У него не было друзей Вот почему в его доме Собирались только другие Мытари и грешники Но знаете что сделал Иисус? Святой Подходит к нему Пошли Я хочу с тобой дружить И он принимает Матфея И тогда Матфей Оставляет свое Вот это грязное ремесло И становится великим апостолом Вообще Вся эта история С Иоаннафаном Напоминает мне Очень сильно Иисуса Если мы откроем Евангелие от Иоанна 15 главу Здесь он говорит Такие стихи В своих стихах Он говорит такие слова В 14 стихе Вы друзья мои Если исполняете То что я заповедую вам Я уже не называю вас Рабами Ибо раб не знает Что делает Господин его Но я назвал вас Друзьями Потому что сказал вам Все что слышал От Отца моего Иисус вообще ничего Не скрыл от нас Он полностью нам Все дал Дал нам свое слово Все тайны Все секреты Тайны И Царство Божие Все это нам открыл И сказал Вы мои друзья И вот в 16 стихе Он говорит Это не вы меня избрали Это я вас избрал Иногда мы думаем Что это я вот выбирал Кому у него поклоняться Будда Аллах Кому я там буду еще поклоняться Нет Вот Иисус вроде так нормально Там они все такие дружелюбные Вот пойду буду Иисусу служить Но Библия говорит Что Иисус избрал нас Он привел нас в свою церковь И он назвал нас Своими друзьями Когда мы думаем Вот у меня нет друзей Знаете я прихожу в церковь На меня внимания Никто не обращает Слушай Иисус сказал тебе Что он твой друг И Писание говорит Что Я избрал И поставил вас Он не просто сказал Да вы мои друзья Он говорит Я поставил вас В эту позицию Для чего Чтобы мы шли И приносили плод Теперь наша ответственность Наша задача Стать тоже Для кого-то другом Кого мы сможем принять Ободрить Не предать Не просто в воскресенье Сказать О привет Как твои дела Как там твои экзамены Все хорошо Слава Богу Давай пока Увидимся в следующее воскресенье А на домашнюю группу приходи Нет Бог ожидает Что мы станем Для кого-то другом Мы примем Кого-то Кто нуждается В исцелении Кто нуждается В принятии Можно аминь на это услышать И сегодня Это наша ответственность Друзья Чтобы вы шли И приносили плод И плод ваш Прибывал Дабы чего не попросить От Отца Во имя Мое Он дал вам Так здорово Что мы сегодня Имеем Иисуса Своим другом Если ты думаешь Ну конечно Иисус Да Вот Он где-то на небе Он здесь рядом Он в твоем сердце Он никогда тебя не предаст Если ты до сих пор Еще не дружишь С Иисусом Начни это делать Есть такие тяжелые времена Друзья Когда никто Кроме Иисуса Не сможет тебя понять И только на коленях Перед Ним Мы сможем получить Это принятие И для нас так важно Быть рядом с Ним И теперь Когда мы рядом с Ним Мы теперь должны встать И пойти К этим Давидам Которые еще не обтесаны Они ходят с какими-то Ну Сейчас головой Ты никого не найдешь Так Это вообще странное Будет история Но они еще не измененные Они еще Может быть Возле церкви И как-то ведут себя Непонятно Для нашего святого Поведения Да Мы кажется Думаем Да нет Как Он Он Бога-то не знает Как я с Ним буду дружить А если ты с Ним Не будешь дружить А как Он Бога-то Тогда узнает И это наша ответственность Сегодня Дорогие И 17 стих Он говорит Я заповедую вам Да любите друг друга Я хочу рассказать вам Одну историю Несколько лет назад Это уже 13 лет назад Мой пастор отправил меня Учиться в библейскую школу После библейской школы Дал мне ответственность Чтобы я служил Служил Занимался служением Я делал это По истечении какого-то времени Я все это Знаете как Профукал Профукал Потерял Бога Стал грешить И потерялся Вообще потерялся Как христианин Как друг Просто потерялся И уехал вообще В другой город Чтобы меня никто не нашел И пастор И пастор приезжает В этот город Вот я в Томске Это Сибирь А тот город Это вообще Сибирь-Сибирская Север-Сибирский Какой-то Я же не буду называть Этот город И в этом городе Он нашел меня Он сказал Алексей У меня есть сыновья Никита Данил Есть ты Алексей Давай возвращайся Я подумал Пастор Я же сделал то это Вот это Вот это Вот это Я столько всего плохого Сделал Я сейчас вот так вот живу Совсем неправильно Говорит Это не важно Ты нужен дома Я разревелся тогда И поехал домой Приехал домой Спустя какое-то время Все в моей жизни Восстановилось Мы играли свадьбу С моей женой И на свадьбу Нам подарили Кольца Эти кольца Были сделаны Из того золота Которое Люди жертвовали В церкви И не знали ему применения Что с ним сделать И тогда решили Подарить нам Это золото И мы из этого золота Сделали кольца Я помню этот день Когда я Одевал кольцо Я понимал Что Сейчас я заключаю Завет со своей женой Но это кольцо Было снято С жертвенника В той церкви В которой я служил И я стоял и думал Как же сильно Меня приняли Если бы меня Так пастор не принял Стоял ли я Сегодня здесь был Прошло еще Какое-то время И мы Делали молодежный лагерь И в этом Молодежном лагере Мы Пока туда ехали Застряли на каком-то поле Толкали машину И Все руки мои Были в грязи И я пытался Их как-то помыть И я потерял В этой грязи кольцо Мы почти целый час Всю эту лужу Перерыли И я не смог его найти Я очень сильно расстроился И у меня не было Этого кольца И я думал Надо как-то Это все восстановить Совсем недавно Перед этой конференцией На одном из собраний В нашей церкви Мой пастор Подошел ко мне Знаешь, Алексей Я, говорит, был В Израиле И купил кольцо Я не знаю Зачем я его купил Но мне кажется Это тебе И снова Одевает мне кольцо И я почувствовал Такое принятие Когда он его одел Я думаю Вау Бог Он Бог второго шанса Бог всегда дает нам шанс Но должен быть тот Кто примет Аминь Слава Богу Друзья Среди нас В наших городах В наших церквях Должно подняться Поколение Давидов Но также Перед этим Должны быть и Анафаны Которые примут Этих Давидов Которые будут Не смотреть на внешне Какие-то вещи А просто принимать Вчера я сидел Слушал проповедь Ники Круза Это даже, наверное, не проповедь А больше свидетельство Которое Просто сокрушало Мое сердце Я думаю Слава Богу За этого служителя Билла Вилкерсона Который Просто взял И принял этих бандитов Которые убивали Друг друга Наркотики были Столько всего В их жизни было плохого И все в обществе Скорее всего Отвергали их Да это непонятные люди Их убить надо Надо всех посадить В тюрьму Пусть они там сидят Был один служитель Который Я вижу, что он Как и Анафан Просто принял Ники Круза Все его банды Все эти группировки И они в церкви Пожертвования Собирали с ножами Это так забавно Вчера было слышать Но знаете Если бы им не позволили Это делать Сегодня бы Ники Круз Возможно и не стоял здесь Сегодня бы мы Не слышали Эти потрясающие свидетельства Которые касаются Нашей жизни Аминь Я хочу, чтобы мы Встали сейчас И как мы встали Я хочу, чтобы мы Помолились Первая молитва Которую я хочу Совершить Это молитва За наши сердца Чтобы мы Были как Иисус Как и Анафан Который видит Давида И протягивает ему свою руку Руку общения Чтобы ввести его В палаты царские Посадить за стол Небесного Отца Давайте мы помолимся Дорогой Господь Мы молимся сейчас Чтобы наше сердце Было способно Вмещать Этих Давидов Которые еще ходят По улицам Которые еще делают Разные Нехорошие вещи Господь мы молимся Чтобы в наших городах В нашей церкви Было это принятие Во имя Иисуса Принятие подростков Молодежи Тех детей На которых Никто не обращает Внимание Дай нам сердце Способное Видеть И понимать Нужду Видеть И учить Видеть И быть другом Для этих людей Во имя Иисуса Христа Возможно Когда мы сейчас Молимся Ты знаешь Кого-то Что ты должен Для него Стать И Анафаном Давайте мы Поднимем Эти имена Сегодня В этот день Как мы здесь стоим Нас окружают Разные люди В школах В университетах На наших рабочих местах Возможно Это наши соседи Или со спортивной секции Откуда ты знаешь Молодых людей И ты с ними дружишь И ты можешь Стать сегодня Для него И Анафаном И Анафаном Тогда Помолись сегодня Иисусу За этого Давида Господь Мы поднимаем Тебе сегодня Эти имена Тех ребят Которые окружают нас И они еще далеки От Тебя Но мы верим Что однажды Настанет день И они будут Вместе с нами В Царстве Божьем Совершать великие дела Во имя Иисуса Спаси их Господь И дай нам Способность Обнимать их Способность Принимать их Любить Стать настоящим Другом Для каждого из них Во имя Иисуса Христа Аминь Я хочу еще Помолиться Одной молитвой Хочу Чтобы мы помолились За тех людей Кто Возможно Ты сегодня Как Давид И тебе нужен Иоаннафан Это очень важная роль Чтобы в твоей жизни Был наставник Который поможет тебе Я так благодарен Всем пасторам Всем лидерам В моей церкви Которые Окружают меня Заботой Иногда это Совсем неудобные люди Они бросают тебе вызов Они где-то Обрезают тебя Останавливают Там где ты Может быть Рвануть хотел И наломать дров Но они тебя Притормаживают Ты думаешь Вы меня не знаете Вы не понимаете Но они От Бога В моей жизни Я благодарен За каждого из них Я хочу помолиться Так же за тебя Чтобы в твоей жизни Был наставник Был Иоаннафан Который даст тебе Совет Который будет Поддерживать тебя В молитве Во имя Иисуса Господь Я молюсь сейчас За тех Парней и девчонок Которые Возможно Совсем недавно В церкви И у них нету Близких друзей В церкви Я молюсь Чтобы ты дал нам Всем Таких наставников Таких друзей Которые будут Тотально принимать нас Такие Какие мы есть И через это принятие Господь Ты сможешь Исцелять наши жизни Смож дать нам Мудрость И совет Во имя Иисуса Христа Господь Я высвобождаю Друзей В нашу жизнь Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Слава Богу Друзья Аминь Аминь